Донецкая школа Главный экспонат, пострадавший от обстрелов ВСУ, фрагмент стены Донецкой школы. В основании – капсулы с землей присоединенных территорий. Памятный знак открыли символично в канун Дня Героев Отечества. Это еще одна возможность воздать дань уважения, мужества и отваги все граждане Донбасса и Новороссии, которые самопережно встали на защиту родной земли. Знаковое культовое место на территории центра «Авангард». Идея его создания появилась еще четыре года назад. Но реализовать ее удалось только после начала спецоперации. Мы долго шли к тому, чтобы, во-первых, найти фрагмент этой школы из Донецка. Это действительно было непросто привезти его сюда. Потом был конкурс творческий на то, какая форма будет условно-архитектурная. А она объединила Донецк и Луганск, Херсон и Запорожье. С памятных мест этих городов собирали земли местные юнормейцы. Сами же доставили капсулы в центр «Авангард» и торжественно возложили к монументу. Из разных городов, но с общей миссией. Екатерина из Луганска, Ольга из Донецка. Десятиклассницы сдружились в юнормейском штабе. Теперь вместе участвуют в патриотических акциях. Доставляли памятную землю в Подмосковье с особой гордостью. Эта земля очень важна для всех, для дальнейших поколений, чтобы они верили в будущее, знали наших предков, знали, что было на этой земле. Символично не только дата, но и место установки памятного знака. Школьники и студенты каждой новой смены центра смогут отдать дань уважения российским военным, которые прямо сейчас отстаивают честь и независимость нашей Родины. Это некая своеобразная связь и напоминание ребятам, учащимся в школах и колледжах Москвы и Московской области, о том, что совсем недалеко от нас происходят такие трагические печальные события с их ровесниками, с такими же мальчишками и девчонками, как они. Не позволить переписать историю – еще одна важная миссия памятного знака. Поэтому лучшее место для его установки, чем центр «Авангард», сложно было найти. Ведь через него проходит более 80 тысяч курсантов в год. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова